В советское время использовалось большое количество вещей, о которых сегодня не только не вспоминают, но даже и не знают. И в этой подборке я расскажу про 10 таких необычных, а порой и странных вещей из СССР. Сфигмомонометр. Тонометр ртутный для измерения давления. Производство СССР 60-х годов. Ртутные тонометры считаются эталоном точности для измерения артериального давления. Прототип этого тонометра был изобретен еще в 19 веке в Италии. Старый ртутный тонометр устроен очень просто. Кроме того, прибор не требует калибровки. Если ртуть при пустом манжете покоится на отметке 0, значит прибор настроен правильно. Машинка для поднятия петель на дамских чулках. Аппарат выпускали с 1950 года. Средняя стоимость около 2 рублей. Вещь ценилась именно из-за простоты в использовании. Также существовали крючки и иголки, но ими штоп от чулки было не так удобно. Чулок натягивается на стакан, а иголка захватывает на чулке спустившуюся нитку. С помощью нажима на колпачок игла двигалась вверх-вниз, тем самым протягивая нитку по нужному месту. Такой принцип ускорял штопку чулка в разы. Прибор для завивки волос «Надейка». Это были первые беспроводные щипцы для завивки волос. Прибор состоял из основного нагревательного элемента, чем-то напоминающим утюг, и трех щипцов, одни из которых маленькие. В использовании он был очень неприхотлив. Необходимо было нагреть одни из трех щипцов в нагревателе, накрутить на них волосы и подождать несколько минут. Советский сифон для газировки В Советском Союзе производство сифонов для газировки было массовым, несмотря на доступность газированных напитков советского производства, известным нам с детства. Лимонад, буратино, колокольчик, тархун, чебурашка, дюшес, ситро. Практически в любом городе стоял аппарат для газированной воды, но при этом почти в каждой семье был сифон, произведенный в Советском Союзе, Чехословакии, Польше или даже в Западной Европе. Приготовление домашних газированных напитков было и семейным развлечением, и обязательным праздничным ритуалом. При создании напитков и коктейлей шли в ход и сиропы, и варенье, и даже что-то покрепче. Карманная каталитическая грелка для рук с тлеющими палочками древесного угля. Внутри отделана стекловолоконным материалом. Для использования нужно поджечь угольную палочку с одной стороны и дождаться покатления распространиться по поверхности. Если необходима более высокая температура, то уголь можно поджечь с двух сторон. Поместить уголь в коробочку тлеющей стороной в направлении по стрелке. Действие грелки начнет ощущаться через 5-10 минут. Время действия 9-10 часов. Если уголь подожжен с двух сторон, то время действия сократится до 5 часов. Перед нами вовсе не лабиринт для таракана, не крышка и даже не пепельница. Данное приспособление называется «Молочный сторож». Изобрел его советский инженер Иван Ковицер еще в 1923 году. С тех самых пор «Молочный сторож» прочно вошел в обиход всех хозяек страны. Работал гаджет очень просто. Перед началом кипячения «Молочный сторож» укладывался на дно кастрюли. Когда жидкость начинала кипеть, с ее дна поднимались пузырьки воздуха. Они начинали приподнимать пластину, в результате чего та принималась издавать характерные звуки. Они, в свою очередь, помогали заработавшейся хозяйке понять, что самое время обратить внимание на кастрюлю с молоком, пока оно не убежало. Любой современный человек озадачится при виде этого девайса. Кто-то подумает, что это ваза, кто-то предположит, что это заварник, а кто-то и вовсе скажет, что это что-то медицинское. Однако на самом деле это устройство для хранения сигарет. В советские времена их ставили на стол, чтобы те, кому нужно, могли угоститься. Популярность цветомузыки в Советском Союзе была просто невероятной. Одна из лучших компактных светомузыкальных установок выпускалась с 1981 года. Ее конструкция позволяла разделить частотный спектр на четыре полосы, соответствующие четырем цветам. В зависимости от содержания фонограммы и перепадов уровня сигнала от тихого к громкому, лампы динамически меняли цвет и силу света. Общая мощность составляла около 400 Вт. Цена установки была 145 рублей. Пистолет для лепки пельменей. В технической документации этот кухонный девайс из СССР назывался высечкой для пельменей и вареников. В таком исполнении устройство появилось в продаже примерно в конце 60-х годов, а дизайн и сам принцип не менялся до середины 90-х. В комплекте шли две разные насадки, которые присоединялись к ручке устройства при помощи резьбового соединения. Но меняли их редко, так как основная насадка очень хорошо справлялась с функцией. Согласно инструкции, тесто следовало раскатать, вырезать дулом кружочки на половине листа, положить в них фарш, накрыть второй половиной и пройтись по холмикам пистолетом снова. Широкое кольцо высечки запечатывало края теста и обрезало готовый пельмень. В армии такой пистолет использовали для дозировки сливочного масла. Детская коляска Трансформер Мотылек Видео я, к сожалению, не нашел, но не мог не включить ее в подборку, так как сам такое вижу впервые. Не знаю, насколько она была практична, но выглядит круто. Выпускали коляску в 70-х годах. Возможно, это была некая экспериментальная модель, которая в силу своей технократичной новизны не получила должной оценки от потребителей. Изделие было достаточно тяжелым для своего размера, порядка 7 кг и стоило 40 рублей. Сумма тоже достаточно приличная. В спинке коляски расположен небольшой бардачок для принадлежностей. Пишите в комментариях, какой девайс вас удивил больше всего и про какой вы не знали. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok